Ребенок рождается с некой нейронной сетью, рождается он, кстати, с большим количеством нейронов, чем надо. Их за ненадобностью они там отмирают. Но она выстраивается все время в зависимости от того, что вы читаете, с кем вы, где вы, сидите вы здесь или в каком-то... Все это записывается там. Когда наступит момент для каждого из нас предстать перед создателем, вот там-то мы нейронную сеть покажем. Чего на ней написано за жизнь? Если вы сошли с ума, идя по улице, взяли и съели, что попало, что там кто-то продает, то, во-первых, у вас уже заранее могу сказать, что это с мозгами не то. Потому что вы откуда знаете это мясо чье? Оно коровье? А может, это человечина? Пугать так пугать с утра. А руки какие делаем? Может, там чума или холера? То есть, если вы рехнулись и едите, что попало, то вообще есть средства, как прочистить желудок. Вот с мозгами все то же самое, только не прочищается. Все, что в мозг попало, там остается. Даже если вы силой воли решили, об этом я больше не думаю, никогда не вспомню. Это был мой позор. Все, закрыла подвал, вообще камнем придавила. Мозг-то помнит. Из головы вы не можете это выкинуть. Поэтому, когда наступит какой-то момент, это вылезет оттуда. Поэтому, опять-таки, не смотрите ерунду, не читайте идиотские книги, не смотрите идиотские фильмы, не общайтесь с придурками. Это все у вас в голове будет. Пожалейте себя-то. Свою голову пожалейте. Зачем вам свою единственную жизнь, свою единственную жизнь вот этим барахлом заполнить? Жалко. Так что не советую. Вещами, о которых я говорю, занималась армия лучших умов человеческих. Кое-что назову, поскольку близкие. Нам это Бехтерев. Владимир Михайлович гениальный врач, судя по всему, и гениальный ученый. Он, между прочим, Фрейда, которую я терпеть не могу. За низкий интеллект. У него низкий интеллект. С моей позиции. Так вот, он Фрейда опередил на 4 года. Он за 4 года до того, как Фрейд стал говорить о бессознательном, Владимир Михайлович Бехтерев в Казани на парадной лекции в Казанском университете все про это рассказал. Опубликовано. Можно взять и посмотреть. 4 года разница. Если здесь есть филологи или гуманитарии, то, может быть, они знают имя Романа Якобсона. Крупнейший. Именно гуманитарий. Потому что я уже стала говорить. Лингвист, но он лингвист. Есть фольклорист, литература, он вообще очень много чего. И он, более того, его, поскольку человек гениальный был, то его заинтересовало развитие детской речи. Вот как именно, как ребенок усваивает грамматику. А поскольку, я повторяю, голова у него замечательная, то он подумал, хорошо, ребенок усваивает звуки. Это у него целая работа там есть, по-немецки опубликованная. Что не вообще все в голову ребенку лезет. А сначала такие звуки, потом такие, потом такие, потом такие. Есть иерархия. И тогда умный Капсон подумал, хорошо, а есть ли у человека проблемы с мозгом, и он теряет язык? Нет ли там иерархии в том, как он теряет язык? И она, и она есть. И поэтому он стал заниматься тем, к чему вообще он никакого отношения не имеет, а именно патологии речи. Он человек, который фактически начал нейролингвистику. Он выступил в 80-м году в Нью-Йорке с лекцией очень пышной, которая называлась Brain and Language, которая потом была отдельно опубликована, и я даже ее переводила, она есть в собрании сочинений. В 81-м году Роджер Спери и команда, это калифорнийская, очень сильная группа, получили Нобелевскую премию за описание функций левого и правого полушарий головного мозга. Пошла невероятная мода на полушарность. Стали все говорить, это лево полушарный, поэтому он математик, это право полушарный, поэтому он художник. У меня у самой докторская на эту тему, примерно в те же годы. И я вам ответственно заявляю, что да, мы так именно и считали, но больше не считаем. Все говоря, выходят за пределы биологии, о чем мы сейчас говорить не можем, но не делятся ни на правое, ни на левое, ни на переднее, ни на заднее. Это гигантская сеть, для которой у нас, ответственно заявляю, это вам кидаю этот самый, что я вам кидаю, шанс. У нас нет, у нас это у человечества, нет математики, годной для описания мозга. Совсем грубо. В эту же команду входит, по-моему, жив-здоров, Майкл Газаника, блестящий. Это получило огромную популярность. Об этом стали говорить не только врачи и биологи и так далее, но гуманитарии, которые увидели в этом модель для социума и культуры. В частности, вот академик Вячеслав Селчеванов, гуманитарии не могут не знать, это очень известный, гениальный совершенно человек. Я с ним работала, если бы я была склонна к комплексам неполноценности, я просто не склонна, но если бы я была, я была бы вся из них соткана, потому что я никогда не имела личное дело с человеком. Например, это уж я заодно говорю, который читает со скоростью медленного переворачивания страниц. Вот так вот страницы переворачиваются. И наизусть слабо. То есть мало того, что он читает с такой скоростью невероятной, оно у него фотографируется. Я его спрашиваю, сколько вы там, ну в день сколько? Ну, книжек 30 в день, умножайте, да? При этом у него какая-то невероятная память была. У любого человека есть вещи, которые он помнит лучше, а есть вещи, которые похуже, а есть те, которые долго вспоминаешь и все равно ничего не вспомнишь. А у него это какое-то странное пространство такое. Он в одинаковой степени. Я даже не понимаю, как у него этот внутренний мир должен выглядеть, когда вот вся эта информация, она вся тут, но она прямо здесь. А вообще его работа, это языковая реконструкция, индоевропейские корни. Более того, просто не должен. Он был уверен, что он доберется до языка Homo sapiens. Чтобы вы, в смысле, первых, чтобы вы осознали, в чем ужас того, что я сказала, ведь нету ничего. Вы же понимаете, памятников нет и быть не может. Ничего не написано, потому что не было письменности, ничего не зафиксировано акустического по очевидным причинам. Вообще нет ничего. Как можно раскручивать? Раскручивать то, для чего нет материала. Ну, тем не менее, есть такие способы, этим вот занимается этот род науки. Итак, Юрий Михайлович Лотман, с которым мне вот уж повезло, так повезло. Мы дружили, и я ездила в Тарту многократно, и, в общем, все это мы обсуждали. Изумительный человек, видите, что написано? Он говорил. Основная вещь, которую он говорил, которая вам должна быть важна. Никакое новое знание не может появиться, если нет диалога. Диалога понимаемого широко. Должны столкнуться две культуры, противоположных, которые дерутся. Должно быть два или 222 собеседника с разными мнениями. Если собрались два клона, понимаете, один говорит, это стакан, и второй говорит, это стакан. Сколько будете продолжать беседовать? Это же никуда не идущая вещь. Никуда. Нулевая. Поэтому диалог как инструмент порождения смыслов. Поэтому не бойтесь людей, которые... Не бойтесь, в смысле, не избегайте. Если они не дураки, если дураки, бежать далеко, не тратить свои силы на это. А если умный, но думает все, как не вы, и вы сейчас просто друг друга вообще раздерете на части, то это ровно тот, с кем нужно иметь дело. Это должен быть, да, провокатор. Это должен быть провокатор, который, что бы вы ни сказали, знаете, это зануды такие, вот стакан, нет, а чем ты мне можешь доказать, что это стакан? Ну, берешь бутылку и по голове ему, правильно? Чтобы он остановился. Нет, ну, это, это мои шуточки, но вы понимаете, да, что я имею в виду? Если вам никто не возражает, это пустота, это вакуум, это, это бесполезное дело. Поэтому их надо не избегать, этих людей, а наоборот, как можно туда бежать, к ним. и так, в самом общем виде считалось, что левое полушарие – это логика, это язык, в общем, все серьезное. А правое полушарие – это эмоции, гештальты, и все несерьезное, и там художники. Это полная мура, потому что, если мы возьмем абериутов в литературе, да, он не ученый, как бы, а художник, он должен правополушарным образом мыслить. А они чего делали? Они штучек составляли. Если мы возьмем художников, да, импрессионистов, или пуантилистов, берем синьяка. Что он делает? Он считает, сколько мазков, мазков, какой краски на единицу площадь надо поместить, для того, чтобы, когда я отойду, это оказалось сиреневым. Я огрубляю ситуацию. Я вижу, вот там молодой человек, головой кивает, что все не так. Не в этом дело. Не в этом дело. Дело в том, что среди художников сколько угодно, особенно в этом веке, модернистов, которые высчитывают, как это будет, это не, так сказать, вдохновение налетело, а он, именно, он работает с этим. Если вы возьмете это мое увлечение последних нескольких лет и почитаете, что я вам очень советую, дневники, письма, мемуары очень крупных ученых, Нильс Бор, Эйнштейн, вот такого ранга. Вы там такое вообще увидите? Именно они, они себя ведут именно как художники. Вот я читала переписку, не переписку, диалоги вели Нильс Бор с Эйнштейном. Это оторваться нельзя. Агата Кристи пусть вообще сидит, вяжет платочек. Нильс Бор обвиняет Эйнштейна, Нильс Бор не художник, гениальный физик, нобелевский лауреат, обвиняет такого же, то есть Эйнштейна, в том, что тот слишком логично думает. Как вам это нравится? Он говорит ему, нет, нет, ты просто думаешь логично, ты не мыслишь, ты просто думаешь логично. Меня аж качнуло, понимаете? Но это два физика. И вот когда вы почитаете, я вам советую эти книги почитать, вы увидите, каким трудом и как давались открытия. И они не лежали на плоскости примерного поведения. Я хорошо себя веду, работаю 8 часов в день. Ну и дурак. Ты должен не 8 часов в день, а хорошо думать. Если у тебя есть дни, в которые тебе не думается, иди гуляй по морю, камешки бросай, ландыши собирай. Не думается, значит, будет думаться послезавтра. Отличники никому не нужны. Вы правильно меня поймите? Вы должны быть отличниками для того, чтобы куда-то поступить. Но если мы про это забыли, меня интересует не отличник, а меня интересует троечник, а лучше двоечник, по которому я вижу, что он умный. Потому что следующая мысль, которая мне в голову придет, а почему в таком случае он троечник или двоечник? Я же вижу, это подозрительный человек, понимаете? Возможно, он Эйнштейн и есть. Сам Эйнштейн-то, знаете, наверное, да? Его же считали недоразвитым. Нам говорит, поздно стал, читать не мог научиться. В школу брали, считали, что, ну, что поделать, разные дети рождаются. Правда, разные, это Конэнштейн. Дело не в том, чтобы себя хорошо вести интеллектуально. Не интеллектуально, а поведенчески. А дело в том, чтобы себя хорошо интеллектуально вести. Если вы видите, что, о, оно включилось, пошло. Все, не спать, не есть, всех послать подальше. На ключ комнату. Только не пропустить это, вот поток тебя понес. Я начала с чего? Со смыслов. Человеческий мозг порождает смыслы. Вот его работа какая. Он миры творит. То, что он создал, никогда, нигде не существовало. И это вся наша цивилизация. Мы просто не имеем возможности сейчас про это говорить. Ну, эксперименты, жесткие эксперименты на людях проводить. Нельзя, естественно. Проводят их где? На животных. Исходя из того, что данные, полученные на животных, там, поковыряем нейроны, посмотрим, что будет, если этот вынем, а если сюда что-нибудь добавим. Ну, обычная такая для экспериментальных наук процедура. Ну и что? А дальше мы говорим, так вот мы такие же, только сложнее. Мы как бы, да, и память, у них есть такая память, такая память, и у нас есть такая, только у нас лучше все. Такое же, только лучше, быстрее, мощнее, изящней. У нас есть умения, которых ни у кого другого нет. Вы могли бы меня за хвост сейчас схватить, обычно это делаю я, когда сижу в зале. Я бы сама себя с легкостью сейчас по стене начала размазывать. Я бы сказала, вы откуда знаете? Что, скажем, кот, вот у меня был кот, к сожалению, помер, Лев Николаевич, такой красавец был. Вот этот Лев Николаевич, когда он напротив меня сидел и мне в глаза мерзавец глядел, не отводя, я уже была склонна глаза отвести, а он нет. Он вот так вот и смотрел, я думала, боже, ну что же у него, ведь он же думает в этот момент, и по нему было видно, что он не дурак, что он умный, это было видно. А каким образом мы можем узнать, что он там думает? Отвечаю, никаким, никакой прибор на этот вопрос вам не ответит. За это я ручаюсь, потому что это не про приборы. Приборы вам покажут любое микродвижение, которое в мозгу происходит, но это ничего не будет говорить о том, что он думает в этот момент. Такого способа нет. Короче говоря, мы делаем ошибку, мы это все, что вся наша наука делает ошибку, когда он говорит, а вот как у цыплет, так и у нас, только лучше. Как у котов, так и у нас, только лучше. Как у дельфинов, вы с дельфинами общались? Вот я общалась, я с ними работала. Когда я первый раз в глаз дельфину взглянула, а в два глаза, как вы понимаете, нельзя взглянуть, потому что они с двух сторон. Значит, с одного боку. Там все было написано в этом глазу, там было написано следующее. Что это ты хочешь сказать, что ты будешь меня исследовать? Я тебя буду исследовать. Там был юмор, там был ум, там была даже ирония в этом глазу. Между прочим, они в таком состоянии, в котором они сейчас живут, уже несколько миллионов лет. А мы сколько живем? Максимум 200 тысяч. А на биологической шкале это ноль, это даже не миллисекунда, нет такой величины. Это ничего. Мы молодой вид. И, может, мы последние секунды своего вида доживаем, потому что они нормальные. Жуткая вещь. Есть такой нобелевский лауреат Дайсон, физик-теоретик. Он написал, сначала устно выступил, а потом опубликовал это как статью с замечательным названием. Почему я же не физик, зачем я за нее взялась? А называлась она «Птицы и лягушки в математике и физике». Есть те, которые любят работать с фактами. Вот те, кого иронически называют ботаники. Собирают, все классифицируют, идеально описано. Они бесконечно ценны. Но они вот там внизу находятся, и они не в состоянии увидеть сверху. Большие горизонты они не видят, потому что летать не умеют. А есть ученые, которые птицы, и которых факты почти не интересуют. Тип, это когнитивный тип другой. Зато они высоко летают и видят лес, поля и горы, и они видят общие идеи. Вот куда это пошло. Дайсон говорит, я-то сам лягушка. Так завидую. У меня друзья все птицы. А я-то люблю вот каждый там атом разглядеть и и дальше кварки там все как надо. Вот. Но вот большие перспективы я не вижу. Он, конечно, лукавит, потому что сам тот факт, что он написал такую статью, говорит о том, что крылья у него имеются. Поэтому слава лягушкам, суперкомпьютерам, томографам, которые покажут вам каждый из 86 миллиардов нейронов на здоровье. Да, действительно, прекрасная вещь. Но нужны эти сверху, которые скажут хватит, вот это неправильно, сюда больше не ходим, здесь болото, утонете. Оппозиция такая есть, вот не буду время тратить, сами можете почитать, это в науке в целом. Ну, видите, да? Не буду просто время тратить. Наш мозг это семиотическое пространство. Вот сейчас, когда мы научные статьи и по мозгу смотрим, то часто видим там вот такого рода изображения, нити какие-то идут. Это то, что сейчас ищут в мозгу, ищут, как я уже говорила, не объекты, а связи. Когда человек делает такую-то работу, то вот здесь начинается активность в мозгу. И это томографы нам показывают. Здесь начинается, вот сюда пошло, потом сюда, потом сюда, вот здесь вот закончилось. Поэтому эти нити цветные, это про это. Вот, обратите внимание на желтый крючок там такой. Это связи, которые заняты смыслами. Насколько мы знаем, ни у каких других животных такого нет. Наш мозг создан для того, чтобы мы работали с такого рода вещами. Не, понимаете, не мясорубка, которая фарш все время делает из того, что из внешнего мира туда падает, а смыслы создает. Тут и опасность для нас. Человек, у которого галлюцинации, это человек, нет у нас способа объяснить ему, что этого нет. Понимаете? Этого нет. Только очень плохой и неопытный врач будет человеку с галлюцинацией, и говорит, да, но здесь нет восьми чертей. Вы видите, их нет. Это для тебя их нет. А для него они тут сидят, переговариваются, чешутся, и еще серые пахнут. Они есть для него. Для мозга галлюцинирующего человека галлюцинация такая же реальность, как для нас реальная реальность. И это довольно страшно, если об этом подумать. Если мы голову пациента, у которого голоса звучат, которые ему говорят, вот окно, ты всем надоел, вот окно открой и выходи туда, и тебе легче будет, и все успокоены, ну поплачут, понимаете? У него реальный голос звучит. Если мы его голову засунем в томограф, мы увидим картину, которая будет такая же, как если бы это был реальный голос. Из этого что? Из этого вопрос. Мы мозгу доверяем? Я вам обещала вам это испортить весь день? Вот я вам его портю. Мы ему верить можем? У меня есть какие основания считать, что это все не моя галлюцинация? Никаких. Как я студентам-то, естественно, голову морочу покрепче, чем вам. Они мне говорят, некоторые, а мы сейчас подойдем и вас щипнем. Я весело смеюсь, потому что щипок находится вместе с ним, с залом, с городом Петербургом, с презентацией. Находится у меня тут. А что находится тут, я не знаю. Может быть, ничего. Не советую про это долго думать. но иметь в виду, что мозг небезопасная игрушка. Знаете, я еще куда клоню? Люди, которые рискуют наркотики или какой-то там жесткий алкоголь, что? Вы понимаете, на что вы покушаетесь в этот момент? Это прямо сюда идет. Это не просто дурацкий пирожок съел там, ну и пережил это, так или иначе. Это идет в мозг, потому что эти вещи попадают в кровоток. Этот кровоток куда? Главным, то есть он везде, понятно. Но уж сюда-то точно. И вы сбиваете деятельность самого важного, что есть, а именно мозга, своей рукой. И неужто не страшно? Мне вот было бы страшно. Я даже по молодости, когда в университете, это как раз было время хиппи, да, все там какую-то травку, там, я ни разу, не потому что я такая благопристойная, я боялась, я прямо говорила, я боюсь. Я не хочу попасть в ситуацию, когда от меня ничего не зависит. Когда оно само начинает, что-то там происходит. На кой черт мне это надо? Мне хватает и этого очень сложного, реального мира. Зачем я еще буду куда-то попадать, когда я вообще не контролирую ничего? Меня вот останавливало не правило поведения, а прямой страх от того, что я могу тратить контроль. Даже тот маленький контроль, который у нас есть над миром, но все-таки. Может быть, вы знаете, есть такой нобелевский лауреат 20-го года, сэр Роджер Пенроуз, он физик, он за черные дыры получил свою, нобеля своего, но он, помимо этого, очень уже много лет интересуется проблемой сознания. Есть книги, переведенные на русский язык, очень вам советую. Он приезжал и выступал у меня на семинаре. И он там замечательные вещи говорил, но нет времени, я уже часто вам голову морочу, я хочу сказать, что он говорил, в мозгу не все вычисления, в мозгу не все алгоритмы. Когда мы говорим о вещах высокого порядка, а именно сознания, то встает слово, большими буквами написанное, а именно понимание. и как это формально описать, вот скажем, искусственный интеллект, как все эти чат там 5, 3, там 148, они же развиваются, это очень опасная история, но тем не менее, а он понимает, что он делает? Он понимает или он просто обучен очень хорошо? Он умеет это делать и делает вид, что понимает, а на самом деле понимает, это страшная ловушка, потому что я могу сказать, а вы понимаете, а вы сами, а я сама? В общем, вот это, видите, он говорит, невычислимость, в мозгу не все вычисления, поэтому мы не компьютер, если он и компьютер, то как минимум 2, а именно такой, про который мы знаем, и квантовый, а может и еще 122, о которых мы вообще не имеем ни малейшего представления, во всяком случае это не игра в шахматы, это не перебор операций, это тоже, конечно, есть, но это отнюдь не все, открытия, кстати, делаются на другом поле, как это описать формально, мы не знаем, это говорит не кто-нибудь, а Пенрус, и того, линейный взгляд на все процессы, о которых я говорю, невозможен, здесь нужен, я, честно говоря, думаю, что это какое-то озарение, кому-то вот из здесь сидящих должно прийти, в какой-то момент, так вот, что надо делать, это вот, кто испытывал такие вещи, хоть в маленьких дозах, он знает, что когда уже разгадка пришла, ты потом думаешь, боже, это же очевидно, это элементарная вещь, это, это, это же, вот, оно лежит прямо здесь, почему я этого раньше не видел, вот так мозги устроены, вот не видел, и все, мозг не компьютер, мозг не просто реагирует на мир, а он мир создает, и если мы будем продолжать в эту игру играть, мы будем продолжать делать ошибки, поэтому я заканчиваю сейчас, математикам, физикам, биологам, психологам, нужно смотреть в том числе и в черновики, письма, дневники крупнейших творцов, как у них это получалось, Пушкина, когда мы смотрим его рисунки, зачеркнуто, черновики, это зачеркнул, вернул, потом это зачеркнул, это зачеркнул, вернул, потом выбросил, все, заново начал, опять вернул, это что такое? Это мы подсматриваем за тем, как действовал его мозг. Это гораздо труднее, чем смотреть в томограф, я вас уверяю. Поэтому посмотрим через другую призму, посмотрим глазами тех, кто создал нашу цивилизацию, Леонардо, Эйнштейн, Ньютон, дальше список большой. Как они-то, как это у них вышло, как они это делали, почему они так на это смотрят? Я говорю, вот видите, Нильс Бор с Эйнштейном сидят, болтают. Это бесценная болтовня их. Вот если бы они были ученики в классе, учитель бы им сказал, прекратите болтать, займитесь серьезным делом. Только это Нильс Бор и Эйнштейн, вот такая неприятность. А учительница просто не понимает того, о чем они говорят. Не при учителях будет сказано. Оба они говорят, как много мы знаем и как мало мы понимаем. Это говорят все, у кого есть мозги. Чем больше знаю, тем меньше мне понятно, что происходит. Вот важную вещь я хочу сказать. Даже, хотите, читайте, хотите, просто меня слушайте. Для того, чтобы мозг творческое что-то делал, его нужно отпустить на волю. он должен гулять сам по себе, как кот. Чего хочет, пусть то и делает. Даже есть такой термин дефолт стейт, дефолтное состояние мозга. Когда он ленится, он как бы ничего не делает, дурака валяет. Все люди работают, а он болтается по дому из угла в угол. Или гулять пошел, сутки прогулял, чего там делал, уже горит все, работа горит, статья, сейчас выгонят вообще отовсюду все. В это время ЕМЦ-квадрат появилось, понимаете, пока он дурака валял. Отпустить тормоза, пусть делает, что хочет. Прямо так и пишут. Позвольте мыслям бродить. Allow your mind to roam free. Пускай болтается, где хочет, о чем хочет, думает. Поэтому, это действительно финал уже. Мы должны, конечно, научиться и использовать МРТ, ЭГ, позитронное эмиссионную томографию, магнитную энцефалографию, все способы, инфракрасное сейчас сканирование мозга делается, все способами, которые дает современная наука, высокотехнологичная. Конечно, но мы не получим никакого ответа, никакой самой дорогой техники, если мы правильно не поставим вопрос. А это самое сложное и есть. Предположим, я, вот я студентам говорю своим, предположим, фея есть, прилетела фея, говорит, ты такая крутая, говорит она мне, вот я помогу тебе, вот только закажи, что ты хочешь. Я говорю, давай фея, поедем в институт мозга, ты мне покажешь, где находится сознание в мозгу. Она говорит, давай поедем. Едем. Она говорит, только ты мне скажи, как выглядит сознание. Что я должна искать? Я выну точно из мозга, оно же там есть, есть. Я могу вынуть, я фея, правильно? Только ты скажи, как опознаешь. На этом история заканчивается, потому что я сама скажу, э, нет, фея, шалишь. Это внимание, это речь, это кратковременную память, ты мне сейчас показываешь, да? Это долговременная память, это ассоциативные такие процессы, это гештальт и полис, да я ей целый мешок выну. Всякой дряни, которую я ей скажу, а где сознание, она скажет. Так я, мы с чего начали? Ты мне расскажешь, что это такое, и тогда я тебе выну. Только я рассказать не могу. И никто. Поэтому надо не бессмысленно перебирать штучки. Вот это вот не надо делать. Нужно сесть и думать. Думать надо. И может быть, ты придумаешь, как поставить вопрос так, чтобы томограф тебе это показал. Ты должен, когда оно оттуда вылезет, ты должен его узнать в лицо. Понимаете, в чем дело-то? Может, оно уже вылезло сто раз. Но мы не знакомы. Я его не узнаю. Поэтому думание. Итак, чем дальше в лес, тем хуже. Чем больше мы знаем, тем меньше мы знаем. Но очень интересно. Вы могли бы сказать, ну хорошо, раз такая безнадега, как бы, может быть, вообще прекратить заниматься, может быть, такой ответ есть. Но я не могу себе представить занятие более интересного, чем наука. Наша наука, наша человеческая наука, это и есть детектив. Ты собираешь компромат везде, на стол кладешь, садишься и думаешь, что это значит. Это он и есть. Никогда не заканчивается. Если не интересно, может быть, это не эта наука, а вот эта. Или вообще танец. Вот, кстати, насчет танца, я все думаю, как это сделать? Хочу посмотреть, что в голове у танцоров происходит. Они же двигаются. Они танцуют же. А раз они танцуют, то их двигательная активность перебьет все остальное. И я у меня даже уже шашни завела с Скоридзе. Он сказал, да, всех отдам, пожалуйста, исследуйте на здоровье. Не могу придумать, как исследовать. Как бы все готовы, но как? Сделать как? И, наконец, Альфред Шнитке, гениальный композитор. Смотрите, что он говорил в одном из интервью. Он говорил, «Ново» — это имеет отношение, конечно, не только к искусству, а вообще ко всему. Должно появиться что-то неправильное. Тогда шедевр. Если в раковину на дне морском попадет песчинка, которой там делать нечего, тогда будет жемчужина. А если там будет чисто как в операционной, жемчужины не будет. Как плесень, хотел сказать, была открыта. Пенициллин, как открыли. Выбросить должен был. Правильно? Хорошо. Подготовленный человек должен мыть посуду. Правильно? Нужно было взять чашку Петри и вымыть ее. И не было бы никакого пенициллина. А он был разгильдяй, у него все сгнило, так и стояло. Получился пенициллин. Другой вопрос, что для этого должен был быть Пастер, который увидел, что не так просто все. Ну, а вот, наконец, это финал. Ну, короче говоря, там была девушка с жемчужиной сережкой. Одна из лучших вообще, по-моему, картин замечательная. Я на чем заканчиваю? На том, что не бойтесь неизвестного, с чего начала, тем и заканчиваю. Потому что там-то и интересно. Ну, как этот, коза там на веревке привязан, вокруг столба ходишь и хуже. Ну, что это? Стоило рождаться. Правда ведь? Надо идти в те места, где, да, опасно, да, может, ничего не выйти. Ну, во-первых, очень много примеров, когда кажется, что не вышло, а на самом деле вышло, но не понял ни автор, ни все остальные, а потом прошло какое-то количество лет. Батюшки святые, он же это сказал 200 лет назад. Посмотрите, все сделано, он автор. Не к тому, что мы хотим ждать 200 лет, но я хочу сказать, что сам процесс, игра того стоит, сам процесс. Даже если результат неизвестно какой, то сам процесс игры стоит того, чтобы в ней играть. Советую. Спасибо вам. Очень желаю к себе присматриваться и найти ту область занятий, где вам будет интересно и хорошо. Не гонитесь за деньгами. Понятно, деньги всем нужны, ну, ясно, жить же надо, но взвешивайте, взвешивайте. Возможно, нужно выбрать дорогу, которая трудная, но зато какая, куда ведет-то? В Гималайи ведет? Это я в преддверии Гималайи. Ладно, спасибо вам. У вас замечательные лица. Я же рассматриваю. Спасибо. Выхожу. До свидания. Счастливо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ